Берчин Не надо неуважительно относиться к наследству отца. Учись, стань первоклассным специалистом и наладь, наконец, свое поведение. Мемтас, ты знаешь, Озан любит Тарыка, как своего дядю. Если он кого-то и будет слушать, то его. Надеюсь, дорогая, надеюсь. Конечно, это хорошо, что он хотя бы кого-то слушает. Мемтас, в такой ситуации так сложно быть мамой. Твой ребенок даже на секунду не улетает у тебя из головы. Интересно, он что-нибудь поел? Есть ли что-нибудь, о чем он переживает? А если он вдруг заболеет? Ему что, сложно будет прийти и жить здесь, рядом со мной? Если бы, дорогая. Если бы. Озан? Озан, нет. Пожалуйста. Дай я твой рюкзак возьму, дорогой. Ты голоден? Мы можем успокоиться. Добро пожаловать, Озан. У меня есть к вам новость. Для тебя это хорошая новость. Но для тебя плохая. Я принял решение. Я остаюсь здесь. Я вернусь к учебе, буду учиться и стану специалистом. Все так, как хотел мой отец. Боже, слава Всевышнему. Для тебя это будет немного сложно, но тебе придется смириться. Озан, дорогой, для меня самое важное, чтобы твоя мама была счастлива и чтобы ты был счастлив. Когда вы будете счастливы, я тоже буду счастлив. Например, никто не будет больше верить твоему хрустовству. Твоему вранью, твоим сплетням о других людях. Я не позволю тебе жить жизнью моего отца. Тебе будет очень больно, Мюнтас. Очень. Ладно, давай мы с тобой потом это обсудим, дорогой. Хорошо? Давай мы поднимемся и разместим тебя в комнате. Да ладно. А я-то думала, почему Озан так спорил со своим отцом. Значит, господин Мюнтас не биологический отец его? Да. У них очень плохие отношения. Кажется, из-за этого он долгое время нигде и не появлялся. Мне это очень неизвестно, но и на маму свою он тоже зол. Теперь понятно, почему у него такое поведение. Он такой нервный, бродяга, беззаботный. Да, кузина. Ну ладно. Не будем уставать, обсуждая проблемы богатых. Хотя ты, конечно, не хочешь закрывать эту тему, однако. То есть как? Ну, не знаю. С тех пор, как мы сели в автобус, ты только о Озане и говоришь. Озан да Озан. Ну что ты, дорогая, при чем здесь это? Я просто спросила, потому что я переживала. Но на самом деле я догадывалась. Ну, вы постоянно рядом друг с другом. Тут несложно догадаться, кузина. Слушай, он попал в аварию на мотоцикле. А потом... То, что мы пережили при регистрации. Будто ты не знаешь об этом. Не надо делать вид, будто есть что-то особенное. Ты лучше на себя посмотри. Какие же у тебя красивые руки. Спасибо огромное, ягез. Ну... Он хотел мне просто помочь. Зачем ты сейчас его дразнишь? Я его и не дразню. Я тебя дразню. Не смогу я его дразнить, он ведь такой прекрасный. Он любит помогать. Он смиренный. У него такие руки классные. Еще что могу сказать. Он бедный. Это очень важная деталь. Ты смотри мне. Значит, псидь собралась. Ну, попробуй меня потом про Узана что-нибудь спрашивать. Я буду спрашивать у тебя, про Узана? Зачем мне интересоваться у тебя им, а? Ага. Конечно, конечно. Именно так, кузина. Он меня не интересует. Ну, меня тянет в сон. Давай спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.